Сегодня сотрудники УФСИН Пакоми отметили свой профессиональный праздник парадом на главной площади Сыктывкара. Торжественным маршем по ней прошли пять коробок, женские и мужские расчеты. Временно исполняющий обязанности начальника управления Александр Матвиенко поздравил сотрудников со 136-летием ведомства и на небольшом брифинге подвел итоги его работы. Константин Куратов продолжит. К торжественному параду готовились больше месяца. В плотном рабочем графике два раза в неделю выделяли время еще и на строевую. В торжественном построении традиционно участвуют и женщины. Большая часть сотрудниц втрою уже не новички, но все равно волнуются. Переживание усиливает слякоть. Подбирали, конечно, тех, кто непосредственно закончил ведомственный институт и знают, что такое строй. По ранжиру выбирали, конечно же, чтобы строй смотрелся красиво, слаженно. Парад на главной площади – это добрая традиция, которую начали еще четыре года назад и отказываться от которой никак нельзя, считает в ведомстве. Не случайно две-три коробки УФСИН каждый год участвуют и в параде в День Победы. Торжественный марш поднимает боевой дух не только тех, кто идет в строю, но и зрителей. Мы сами прослужили в системе немножко. У меня муж служит в системе больше 30 лет. Теперь дети служат. Вот там они в коробочке. И дочка, и сын. Прошедшие два года для ведомства выдались богатыми на эксперименты. В колониях искали новые формы работы со спецконтингентом. Например, создали центр исправления. Здесь ввели непрерывный надзор, увеличили время работы с осужденными. Глубже стали изучать личность и искать свой подход к каждому. В 31-й женской колонии закрепили за каждым отрядом не только начальника, но и его помощника-психолога. Электронные браслеты, предназначенные для осужденных без изоляции от общества, начали использовать и в колониях-поселениях. В итоге чрезвычайных происшествий и побегов удалось не допустить, а количество конфликтов сократилось на треть. В прошлом году управление подвергалось инспектированию Федеральной службы исполнения наказания. Практически весь сентябрь у нас работали представители центрального аппарата. И по итогам работы комиссии в целом оценка выставлена также удовлетворительно. Это говорит о том, что люди работают, сотрудники, задачи те, которые стоят перед нами, выполняют. Основными задачами на сегодняшний день является надежная изоляция осужденных в местах решения свободы и тех лиц, которые содержатся под стражей, и исправление осужденных, ресоциализация и подготовка их к освобождению. Приоритетным для уголовно-исполнительной системы остается и развитие собственного производства. В прошлом году в учреждениях на территории республики освоили производство искусственного камня, топливных брикетов, песчано-цементных блоков, колбасных изделий. Запустили 8 круглогодичных теплиц. В 2015-м планируют открыть 170 новых рабочих мест. Республика выделит на эти цели почти 34 миллиона рублей. Константин Куратов, Олег Костромин, телеканал Юрган.